Всем привет! С вами Плагас. И это как это делается? Коротко, часть третья. И раз вы смотрите это видео, то наверняка хотите узнать, когда же будет новый мульт. И я вам отвечу. 1 февраля мы открываем новый сезон, который продлится, скорее всего, 2 месяца. Выпустим 8 мультиков, и все будут рады, и всем нам будет хорошо. А пока мы работаем над этим, развиваемся, улучшаем. И надеюсь, вы все это увидите и оцените. Итак, план на сегодня такой. Я показываю 5 работ, вручаю им по 1000 голды, потом рассказываю несколько новостей о канале, и в конце концов рассказываю несколько интересных моментов про флэш. Ну что, начнем? Итак, конкурсные работы. И первую нам прислал Олег. Тарам-там-там, тарам-там-там. Шерлок Холмс. Ну почему же Шерлок Холмс? Ну это же элементарно. Сидит в кустах и дедуктирует. За этот интересный подход к рисованию персонажа и интересную шапочку Шерлока Холмса игрок с ником Кукада получает 1000 голды. И следующая работа у нас от Ливона. Он нарисовал прямо самостоятельный мультик. Так что смотрим. По-моему, очень забавно. Основной акцент, конечно, на долгом сведении танка КВ-2 и на убойную мощность его дуды. То, что Ливон ставил отрывок видеофайла с ядерным взрывом, тоже очень круто. Нашел своего рода интересное решение. И то же самое со взрывом. Вот этот эффект взрыва, он вполне настоящий. Наверное, он ставил его с помощью After Effects или какой-то подобной программы. Чтобы не заморачиваться, не рисовать дымок, все вот эти вот взрывы и искры, он просто поставил поверх файл со взрывом. Смотрится, конечно, немного непривычно, но в целом очень даже оригинально. Да, взрыв это, конечно, клёво. Но маленькие недостатки, недоработки, конечно, есть. Но я думаю, что на них даже можно закрыть глаза иногда. Здесь бы, конечно, показать эффект столкновения танка с камнем, а также падение основного корпуса. Если он, конечно, по задумке автора не воткнулся в него. В общем и целом, зашибись. И вот она, заслуженная 1000 голды для игрока с ником Гази Баллончик. Ну а дальше у нас... А дальше у нас Евгений со своей серией работ из четырех картинок. Такие стилизованные игровые персонажи. Вот он, красавчик Т-95, под кодовым именем Т-95 Черепаха. Вот он, Т-28, и он же Трамвай. Как ни странно, Т-54, и он же Таракан. И американский Гусь, собственной персоной. Но почему-то особенно мне понравилась именно Черепаха, которую я показал первой. Вроде сама мысль и идея не очень нова, но вот её реализация меня почему-то очень радует. Евгений с ником Танкета за свой оригинальный подход и четыре чудесных рисунка получает 1000 голды. И едем дальше. Однажды мне написал письмо Максим. Типа, смотри, Плагас, смотри, как я нарисовал танки. Я открываю файл и вижу действительно три прикольных танка. Хорошо срисованы, с тенями, бликами. Такие все объёмные. Я ему отвечаю, что мол, да, круто, но как ты будешь их анимировать? Конечно, они будут хорошо смотреться для оформления. Но сделать из них мультик, это будет большой, кропотливый труд. И, видимо, Максим подумал и решил немного всё упростить и попробовать сделать свой собственный мультик. И Максим представляет нам мультстрой танк. Какой-то синий человечек решил изобрести тигра. Начал свою работу. Нажал на зелёную кнопку. И вылил расплавленный металл формы. И при этом очень сильно радовался. И две недели он так делал. И сделал колесо. Но начало положено. Как танку, так и мультику. И уже, наверное, по традиции, если вам понравилось вот это вот начало, может быть, есть смысл попросить Максима продолжить свой мультик. Я бы с удовольствием посмотрел, чем всё это закончилось. Ну и за свою тягу к рисованию Максим получает скромное вознаграждение. А потом мне написал письмо Богдан. Я посмотрел. Да, точно Богдан. И он открыл завесу тайны. Что происходит на Малиновке ночью. И значит, Богдан с ником TGM57, я полагаю, из клана Нортс. Малиновка 23-29. И что-то мне напоминает этот стиль. Ну ладно, потом вспомню, скажу. Итак, Малиновка 23-29. Какой-то ночной танк. Что-то выцеливает. Перестрелка. И... Да, не повезло ему. Это, видимо, Хетцер. И ваншотит он. И снова перестрелка. КВ загорелся. Что-то совсем, как бы я и не понял. Вроде бы обычный бой на Малиновке. Один пострелял. Второй пострелял. Один ушел в ангар. Потом второй. Но я понял, что это еще не конец. Маленькие человечки. И что же там произошло? Я должен был разобраться. И я решил это дело как следует рассмотреть. Появился человечек. И вот он бежит. И... Бах! Вот такой неожиданный финал. И победили красные. Надо будет почаще заглядывать на Малиновку ночью. И спасибо Богдану за его откровение. Ну вот я вам и показал все, что накопилось интересной, на мой взгляд, за эти дни. Надеюсь, вам понравилось. Но я могу напомнить, что для того, чтобы попасть в Кэт, есть небольшие требования для публикации. Желательно указать в теме письма, что работа для публикации. Наиболее легкие и удобные файлы это svf и, допустим, исходник фла. Как правило, они мало весят и удобны для демонстрации. Также уместно будет назвать свой ник. Кроме того, по желанию имя, что-то может быть о себе рассказать. Все, что может пригодиться, чтобы рассказать о вас. Если у вас уже есть свой канал YouTube, либо группа ВКонтакте, то я тоже могу его упомянуть, дабы вас немного пропиарить. То есть, по желанию, можете указать ссылку. Естественно, все актуально, если вы делаете что-то интересное. Больше шансов попасть в Кэт, это сделать что-то интересное или смешное. И я буду публиковать 3, может быть 5 работ каждый выпуск. Но, к сожалению, точных дат я вам назвать не могу. Как только будет набираться материал для публикации, тогда будут и выходить новые выпуски, как это делается. Ну а теперь вернемся к нашему Кэту. Дело в том, что изначально я не планировал обучать кого-то рисованию, анимированию и созданию мультфильмов. Меня просто как-то спросили в комментариях, а как ты это делаешь? Как ты создаешь мультики? Я пытался как-то ответить на словах, вкратце объяснял, что рисую, анимирую, то есть накладываю звук. Но, как оказалось, таких вопросов было очень много. И я решил выпустить несколько видео и рассказать о том, как я это рисую. Но рассказов оказалось недостаточно. И рубрика переросла что-то вроде в обучающее видео. Поэтому получилось, что в Кэде нет никакой хронологии. Сначала мы рисовали персонажа, потом его анимировали, потом вернулись снова к рисованию, потом снова вернулись к анимированию. Потом я рассказывал, как это все сделать видео, накладывать звук. Все это перемешалось и получился один большой хаос. Хотя он, как никто другой, описывает все действия, которые совершаются во время создания мультика. Примерно так все и происходит. Тем не менее, несмотря на это, судя по присланным работам и по итогам конкурса физмультуры, некоторые смогли вынести ценную информацию и создать довольно хорошие мультфильмы. Но вопросы все равно остаются. Поэтому предлагаю, давайте еще раз попробуем нарисовать мультик. И именно мультик с нуля. Пусть он будет короткий, может быть не сильно интересный и захватывающий. Но, надеюсь, он ответит на все вопросы. Мы создали отдельную папку, создали новый документ, назвали его 001 и выставили наши параметры листа в желаемый размер. Например, я выставил 853 на 480, что в пропорции представляет из себя широкоформатное видео 16 на 9. Количество кадров 25 кадров в секунду. На этот раз я не буду срисовывать персонажа. Создам снова еще одного нового. Так как мы с вами уже нарисовали много танков, я думаю, что придумать еще одного нового не составит труда. Вот мы нарисовали какой-то корпус ему. Какой-то собирательный образ танков. Естественно, все на новом слое. Добавляется он этой кнопкой. Рисуем башню. Какую-нибудь очень большую, необъятную башню. Маску пушки. Большую пушку. Будет у нас здесь лючок. Будут и глаза. Стерка это буква Е. И будет большой рот. Какую-то самую простую эмоцию я ему сейчас нарисую. И сразу отвечу на очень популярный вопрос. Почему не работает заливка? Почему у меня нарисованные объекты выделяются в какую-то рамку? Здесь есть такая штука, называется рисование объектов. Нажимается и отжимается буквой J. Если она нажата, то после нарисования какого-то объекта кистью он обводится в рамку. Естественно, все другие перебразования с ним, они невозможны. Нельзя выделить часть или закрасить область. Если вы уже сделали много таких линий, то нужно их разбить. Для этого мы выделяем объект и нажимаем Ctrl-B. И он у нас превращается в тот самый нужный формат. Чтобы наши последующие нарисованные объекты не имели такой рамки, мы отжимаем вот это рисование объектов. Тут же у башни мы нарисовали небольшую шею. Вернемся к корпусу. Как правило, у многих танков здесь есть разные детали. Ну вот, например, вот так вот. Вот так вот. Здесь какие-то штуки могут быть. И нарисуем ему, естественно, катки, колесики. Слои можно отображать или не отображать. Теперь закрасим все черным. Я здесь не буду использовать никакого выравнивания. Пусть все будет так, как оно будет. Здесь у нас меняется масштаб. Чтобы заливка работала, естественно, должен быть активен слой с нарисованным объектом. И у нас закрашиваются замкнутые области. Даже маленький разрыв может привести к тому, что у вас ничего не закрасится. Паниковать не нужно. Просто найти разрыв и его закрасить. Здесь у нас миксер цветов. Можно подбирать здесь интересные, нужные вам цвета. Где-то нам понадобится контраст, чтобы четко различать, какие объекты у нас здесь есть. Ну и глаза я делаю, в принципе, всегда с небольшим желтоватым оттенком. Вот у меня был выделен не тот слой. И заливка залилась не так. Чтобы отменить действие, которое вы сделали последним, нужно нажать Ctrl-Z. Итак, у нас вроде бы все хорошо, только башня находится не на своем месте. Мы не должны видеть эту шею, поэтому мы просто перетаскиваем этот слой с башней на более низкий слой. Вот у нас получился довольно жизнерадостный танк. Он улыбается, потому что еще не знает, что с ним будет. И мы рисуем наши гусеницы. Принцип рисования очень похож на те, что я уже рассказывал. Если это первое видео, которое вы решили посмотреть, то, наверное, будет немножко тяжело все сразу понять. Для этого есть предыдущие. Там более подробно, но, правда, очень длинно. Нарисуем ему тень. Но тень нарисуем по другому принципу. Просто возьмем, и мы нарисуем такую тень. Мы берем красный цвет, нарисуем тень. Заливка это К. Зальем ее. Убираем черный. И делаем прозрачность порядка, допустим, 30%. И вот у нас получилось, что танк отбрасывает тень. Все мы здесь нарисовали. Можем переименовать слои. И создать для них новую папку. И всех поместить в новые папки. И не забываем сохраняться. Наш танк очень веселый, но довольно безлик и скучен без фона. Поэтому мы нарисуем простой фон. Фон нарисуем чуть-чуть побледнее. Не забудьте вернуть свою прозрачность на 100%. Как видите, я не сильно задумывался о том, что будет на фоне. Просто нарисовал привычные объекты, привычные пейзажи. Чтобы совсем фон не был скучным, на фоне, конечно, можно нарисовать какие-то более детальные объекты. Например, то же самое дерево. Сейчас мы нарисуем стебли сначала, стволы. Потом к нему пририсуем листву. Надо, чтобы оттенок выделялся не сильно. Чтобы была граница между передним и задним планом. И все заливаем. Я думаю, еще светлее надо сделать. И по желанию можно какие-нибудь любимые арт-акустики. Смотрим то, что у нас получилось. И превращаем это в объект. И не просто объект, а графику. Есть фрагмент ролика, кнопка и именно графика. Потом объясню почему. И то же самое делаем с каждым нашим объектом. Блокируем слой с фоном. Дело в том, что раньше я говорил, что флэш при экспорте в AVI, либо другой видеоформат, не проигрывает анимацию объекта в объекте. Да, как бы ничего не поменялось, все так. Но если мы делаем не фрагмент ролика, а именно графику, то тогда анимация объекта в объекте будет проигрываться. Конечно, графика она более ограничена в своих возможностях по сравнению с фрагментом ролика. Но это все равно, в принципе, нам может немножко облегчить наш процесс анимации. Честно говоря, я раньше даже и не задавался этим вопросом, поэтому сам и не знал. А подсказал мне, кстати, это ReadLike. Тот самый, который рисует Tankville. Так что каждый день узнаешь что-то новое, даже в той программе, в которой ты работал не один год. Так что я учусь тоже вместе с вами. Мы создадим где-то 60 кадров, например. Нажмем F5. У нас появятся здесь скопированные кадры, но без ключевых кадров. Ключевые кадры F6 мы создадим только для нашего танка. Возвращаемся к нашему первому. Выделяем все наши объекты и убираем их с видимости. Просто задвигаем за сцену. То есть у нас получилось, что на первых кадрах танка нет. На 60-м это через 2,5 секунды он появляется в кадре. Теперь выделяем все наши поля, все наши слои. И нажимаем создать классическую анимацию движения. И смотрим, что получилось пошагово. Танк выезжает на сцену. Теперь посмотрим, как это выглядит уже в мультике. Нажимаем Ctrl-Enter. Так, допустим, нас не устраивает скорость его выезда. Для этого мы берем иконечный кадр. Передвигаем не на 60-й, а на 90-й, например. Скопировали для слоя пустые кадры. И смотрим, что получилось. Ну вот, уже лучше. Но, естественно, нам не нравится, что танк просто выезжает как картинка. Нам нужно, чтобы у него вращались колеса, двигались, покачивались корпус, башня. И, как вы помните, в предыдущих выпусках я рассказывал, что нужно каждый кадр, то есть, точнее, через кадр, прорисовывать ему движение. Да, этот способ надежный. Всегда он работает во всех форматах. Его никто не отменял. Но есть способ, который может показаться немного удобнее. А в некоторых случаях даже значительно удобнее. Начнем мы с колес. Блокируем все ненужные слои. Освобождаем только колеса. Выделяем. Смотрим, что у нас они выделились. Если мы делаем двойной клик по нашему объекту, мы переходим внутрь него. И здесь мы видим уже один единственный слой, на котором находятся наши колеса. И теперь, по тому же принципу, я каждый объект переращу в графику. Можно их выделить инструментом LASSO, но это будет, наверное, немного дольше. Как вариант, можно использовать просто двойной клик по замкнутой области. Тогда у нас выделится весь объект. Итак, у нас получилось 5 объектов, 5 колес на одном слое. Классическая анимация движения работает только с одним объектом на одном слое. Так что, если мы хотим вращать каждое колесо по отдельности, а не всей большой массой, то нам потребуется их перенести на каждый отдельный слой. Можно это сделать вручную, создавать слой, вырезать, вставлять сюда, вырезать, вставлять на следующий. Можно воспользоваться автоматическим распределением по слоям. Мы нажимаем правый клик, распределить по слоям, и он автоматически создаст нам слои с каждым колесом. Мы могли бы сделать по тому же принципу, как я делал в предыдущих кадрах, создать ключевой кадр через один и вращать каждое колесо в отдельности. Но я вам покажу еще один способ, в принципе, для которого я использовал анимацию объекта в объекте. Например, на 16 кадре мы создадим копию первого. Выделим все наши слои, нажмем «Создать классическую анимацию движения». Но так как мы ничего не меняли, у нас никаких движений нет. И теперь, внимание, мы снова выделяем все, нажимаем «Свойства». И вот здесь есть такая настройка, называется «Поворот». И мы делаем поворот по часовой стрелке. Один раз по умолчанию. И теперь смотрим, что у нас получилось. Наши колеса начинают вращаться. Возвращаемся в наш монтажный кадр. Для этого щелкаем просто вот по такой иконке. И смотрим, что получилось. Да, действительно, они вращаются, причем сами, причем плавно. И смотрим, что получилось в итоге. Но вот уже намного интереснее. Мне кажется, что они слишком медленно вращаются. Поэтому я возьму и сделаю не 16, а 14. Нет, даже 12, наверное, кадров. И удалю. Удалять кадры на слоях нужно именно вот такой штукой. Если мы нажмем просто «Делит», то мы оставим все равно пустые кадры, которые будут проигрываться. Но теперь они крутятся намного правдоподобнее. И все, что нам осталось, чтобы получить картину, это анимировать именно все наши объекты. Вот здесь я уже не буду выдумывать, а сделаю по тому же принципу, как я делал раньше в своих мультиках. Придаю небольшое покачивающее движение через кадр. И то же самое с башней. Сохраняем и смотрим, что получилось. Как вы видите, все у нас получилось вполне законченная анимация движения танка. И я еще сделаю несколько кадров, чтобы посмотреть, как он стоит на месте. Да, он остановился, но его колеса продолжают крутиться. Поэтому я возьму слой с колесами, создам здесь ключевой кадр. Вот он у нас здесь есть. И нажму «Контрол-Б». Тем самым я разобью верхний объект. Как вы помните, у нас все колеса были символами. Вот они такими и стали. И они уже не вращаются. Но на сегодня я на этом закончу. Чтобы вас сильно не грузить, дальше я буду работать именно с этим мультиком, с этим персонажем, чтобы закончить свою идею создания мультика с нуля в рубрике «Кэт». Надеюсь, идея вам понравилась. Можно высказать свое мнение в комментариях, задать мне вопрос на почту или не заморачиваться и оценить видео. Спасибо, что смотрели. С вами был Плагас. Всем пока.